Вероятно, то был круп или дифтерит. Доктора не объяснили мне. Они, созданные на консилиум, только качали головой, сознавая всю невозможность выздоровления ребенка. Он не проживет и до утра, сказали они ныне. Мне няне, плакавшей о конечке. Мне, видимо, и полное отчаяние, они не решались говорить об этом. Но разве я не замечала сама всей опасности положения бедняжки? Он, задыхаясь, метался на постельке, сжимая тоненькие исхудавшие бледные ручки, уже не узнавая меня с своей матери. Радость, счастье, сокровище мое! Неужели ты уйдешь от меня? Уйдешь? Нет, это невозможно! Немыслимо! Разве могу я пережить тебя? Шептала я, обливаясь слезами эти дорогие мне ручки. Разве нет спасения? Есть! Оно есть! Спасение, а одно милосердие Божие! Спаситель, Цариса Небесная, возвратят мне моего мальчика! Возвратят! И снова он, здоровенький, весело улыбнется мне! А если нет, о, Боже, поддержи меня несчастную! И в страшном отчаянии своем упала я перед ликами спасителей Богородицы, освященной мерцающим светом лампады, и жарко, горячо молилась о выздоровлении моего крошки. Молилась так, как никогда потом не могла пламенно сосредоточиться в молитве. Тогда я всю душу свою вложила в слова незаученного обращения к Господу. Не знаю, сколько времени длился молитвенный экстаз мой. Помни только, что всем существом моим овладела какая-то непонятная светлая радость, какое-то тихое чувство покоя. Меня то, что что-то убаюхивало, навевая сон. Веки мои отяжелели, я едва поднялась с колен и сев у кровати больного, облокотясь на нее, тотчас же забылась легким сном. До сих пор не могу отдать себе отчета, был ли это сон, или я действительно услыхала. О, как ясно услышала я чей-то незнакомый, но такой сладкозвучный голос, говорящий мне. Опомнись, не моли Господа о выздоровлении. Он всемогущий знает, зачем нужна теперь смерть ребенка. Из благости, из милосердия своего хочет он избавить его и тебя от будущих страданий. Что, если я тебе покажу их? Неужели и тогда будешь ты все-таки молить о выздоровлении? Да, да, буду, буду, все, все отдам, приму сама какие угодно страдания, лишь бы он в счастье моей жизни остался жить. Говорила я с мольбой, обращаясь в ту сторону, откуда слышался голос, тщетно стараясь разглядеть, кому он может принадлежать. Ну, так следуй за мной. Я, повинуясь чудному голосу, шла, сама не зная куда. Передо мной видела я только длинный ряд комнат. Первая из них по всей обстановке своей была та же самая, где теперь лежал мой умирающий ребенок. Но он уже не умирал. Не слышно было более свиста или как бы предсмертного хрипа, выходившего из горлышка. Нет, он тихо, сладко спал с легким румянцем на щеках, улыбаясь во сне. «Крошка мой был совсем здоров. Я хотела подойти к кроватке его, но голос звал уже меня в другую комнату. Там крепкий, сильный, резвый мальчик. Он начинал уже учиться. Кругом на столе лежали книжки, тетради. Далее постепенно видела я его юношей, затем взрослым на службе. Но вот уж предпоследняя комната. В ней сидело много совсем не незнакомых лиц. Они оживленно совещали, спорили, шумели. Сын мой с видимым возбуждением говорил им, что о чем-то. Но тут снова слышу я голос, и в звуках как бы более грозные, резкие ноты. Смотри, одумайся, безумное. Когда ты увидишь то, что скрывается за этим занавесом, отделяющим последнюю комнату от других, будет уже поздно. Лучше покорись, не проси жизни ребенку, теперь еще такому ангелу, не знающему житейского зла. Но я с криком, нет, нет, хочу, чтобы жил он, задыхаясь, спешила к занавесу. Тогда он медленно приподнялся, и я увидела виселицу. Я громко вскрикнула и очнулась. Первым движением моим было наклониться к ребенку. И, как выразить удивление мое, он спокойно сладко спал. Ровное тихое дыхание сменило болезненный свист в горле. Щечки порозовели. И вскоре, просыпаясь, он протянул ко мне ручки, зовя маму. Я стояла, как очарованная, и ничего не могла понять и сообразить, что это такое. Все тоже ли сон, или радостная действительность. Но и все точно, как было во сне, там, в первой комнате. Все еще, не доверяя глазам своим, я кликнула няне, и вместе с ней убедились в чуде исцеления приговоренного к смерти младенца. Няня передала мне решение докторов о невозможности его выздоровления. И надо было видеть изумление одного из этих эскулапов, приехавшим на другое утро осведомиться о часе кончине мальчика, когда няня вместо трупа показала ему спокойно сидящего на постельке коню, здорового и веселого. «Да ведь это же чудо! Чудо!» — свердил он. Время шло. А сон мой исполнялся с буквальной точностью во всех, даже самых мелких подробностях. И юность его, и, наконец, те тайные сборища. Не могу более продолжать. Вы поймете, это смерть, виселица. О, Боже! Трудно застоверностью решить вопрос о том, дожила ли злополучная мать до окончательного исполнения своего знаменательного сна, как предполагает госпожа Савина. Или же не дождалась она завершения трагической судьбы своего сына и скончалась за год-два ранее его казни, как явствует это из заметки господина Можаева, напечатанной в февральской книжке истории исторических вестников по поводу сна Рылеевой. Но при том или ином решении этого вопроса достоверность и нравственное значение самого рассказа остается в одинаковой силе. Воспоминания, воспитанные в семье князя Валентина Михайловича Шаховского, рассказывает госпожа Ковалева, я привязалась ко всем его членам, как к самым близким, дорогим, родным. Не менее прочих любила я всегда его меньшего сына, князя Гавриила, которого носила ребенком на руках. И он всегда относился ко мне самым дружеским образом. Хотя по свойстве на этому возрасту шаловливости ему было тогда 16 лет, часто пугал меня, дразнил своими представлениями. Часть зимы 62-63 года он проводил с матерью в деревне, их наследственном имении, селе Белая Колбь, Московской губернии Волоколамского уезда, где я по сию пору проживаю. Катаясь на ледяных горках, он простудился и начал покашливать. Летом состояние его ухудшилась, легочная чахотка, и врачи отправили его за границу. В это последнее лето, которое мы проводили вместе в деревне, он нередко начинал говорить о смерти, которой совсем не боялся. И вот однажды он говорит мне, как будто шутя, а может быть и серьезно, верно определить не умею, когда я умру, приду к тебе простить. — Пожалуйста, только не наяву, а во сне, а то я испугаюсь, — ответила я. — Ну хорошо, во сне, — сказал он. И больше разговора об этом не было. Его вскоре увезли за границу, я поехала к сестре в Нижний, и никогда об этом разговоре не думала, не придавая ему особенного значения. В следующем августе, вернувшись домой в деревню, я вскоре узнала, что больной приехал в Москву, что лучше ему не было, но близкой опасности для жизни никто не предвидел, что княгиня искала себе квартиру, чтобы провести зиму в Москве, боясь, что больного сына петербургского климата плохо. И вот в ночь с 29 на 30 августа 64 года мне приснилось, что я стою в своей спальне и вижу перед собой на высоте князя Гавриила, всего в белом, слегка улыбающегося, руки распростертые, кругом него как будто облако. Я все разглядывал его лицо, казалось, он кивает головой, улыбку же его хорошо помню. Продолжалось это по моему впечатлению с минуту. Потом я проснулась. В 30-го я пошла к обеде, по окончанию которой рассказала священнику свой сон Трибаев, не скончался ли князь Гавриил, не улетел ли на небо, как я видел его летящего. Священник только посмеялся моему предположению, указывая на неправдоподобность такой быстрой кончины, когда едва прошла неделя после его приезда, и ему ищут зимнюю квартиру. Прошло не более часа, и мы получили телеграмму с известием, что больной скончался накануне, то есть 29 августа, 4 часа по полудни. В книге под заглавом «Необъяснимое или необъясненное» Желиховской мы находим следующий весьма интересный рассказ. В 1860 году я поехала в Тифлис, а в 62 году возвратилась на короткое время в Псков и Ругудево. Я тогда только что вышла замуж вторично. Муж мой был молодой, энергический человек, без всяких средств к жизни, кроме своих недюжинных способностей, но на хорошей дороге, с большими надеждами на служебную карьеру. В то время я была проникнута убеждением в его сильной воле и уверена, что он совершенно здоров, здоров физически и нравственно. Я приехала в деревню повидаться с отцом, уговорить его переехать к нам в Тифлис. Рассчитывала пробыть в Пскове недолго и, беспрестанно получая письма, была совершенно спокойна за мужа и за жизнь свою вообще. В первую же ночь по приезду в Ругудево я увидала сон, от которого проснулась в ужасе, о котором 20 лет спустя вспомнила со страхом и тоской, в особенности, когда увидала, что он начинает как бы сбываться. Я видела, что иду по трудной узкой дорожке среди бесплодных скал и камней. Мне было страшно тяжело. Ноги мои были избиты. Голуя давил какой-то удушливый туман. Кругом была полутьма, среди которой моя трудная дорога едва видела все в гору и гору. Я еле передвигала ноги, но чувствовала, что не могу остановиться, что должна взбираться выше и выше. И вдруг я ощутилась в небольшой, почти пустой, незнакомой комнате. Кто-то сидел передо мною в большом кресле, весь в белом, исхудалый, бледный, с лицом избожденным страданием. Ужас и невыразимые отчаяния были на лице этого несчастного человека, которого я не сразу признала. Он протянул ко мне беспомощные, дрожащие руки и отчаянно пошептал «Вера! Вера, молись за меня!» Тут только в этом странном призраке я узнала своего мужа. Я скрикнула и проснулась вся в холодном поту. Когда почти двадцать лет спустя долгая болезнь моего мужа заставила его решиться поступить в больницу, войдя в первый раз в его небольшую комнату, куда перевезли его вещи и некоторую мебель, я остановилась на пороге, пораженной воспоминанием. Это была та самая комната, которую я видел в своем пророческом сне. И муж мой точно такой же, бледный, слабый, измученный, одетый весь в белое, сидел в своем высоком кресле и протягивал мне беспомощно руки. Кто показывает нам такие картины из нашего далекого неведомого будущего? Кто? В нашей семье почти не было примеров, что потеря близких лиц не была нам извещена так или иначе заранее. Некоторые из этих предупреждений могут быть сочтены скептиками только случайностями. Но ведь это всегда так говорится. Вот одна из этих случайностей. Я была в Киеве в 60-м году, когда в Тифлице скончалась бабушка моя, Фадеева. К величайшей тревоге моей я уже несколько дней ощущала, когда о ней молилась. Странное чувство недостаточности, пустоты молитвы. Это меня очень пугало, но я молчала, боясь напрасно встревожить тетку, раз она встала сама, очень испуганной вещим сном о своей матери. Тогда и я призналась, что мне не по себе, и мы отправились в лавру отслужить молебен. Но и во время заздравного молебна я не всегда не могла молиться, как ни старалась себя настроить. В горе и тревоге встала я на коленях перед иконой Божьей Матери, и, наконец, пришел мне на ум отчаянный вопрос. Господи, да как же мне молиться о ней? В эту минуту священник возглажал, «Ище молимся о здравии и долгодействии, болярыни Елены». «Не так, не так», словно шептало мне что-то, но я боялась выговорить перед самой собой те слова, которыми хотелось мне молиться за мать моей матери. В отчаянии я чуть не громко воскликнула, «Пресвятая Богородица, научи мне, как молиться!» и подняла глаза на образ. Первое, что мне бросилось в глаза, были слова, «За упокой». Они были вырезаны на плоском ободке, висевшей перед иконой Божьей Матери лампады. Через несколько дней на возвратном пути в Тифлис мы прибыли в Одессу, там нас встретил дядя Витте, нарочно приехавший к нам на встречу с известием о бабушкиной кончине. Считаем не лишним сообщить об одном интересном факте. Один музыкант, велончелист по профессии, никак не мог достигнуть правильного исполнения на виолончели некоторых трудных пассажей, стаккатта, что очень его огорчало. Но, наконец, ему удалось достигнуть желаемого, получив указание во сне. В одну из суббот ночи, или, вернее сказать, утром воскресенья, он увидел себя во сне в беседе с знаменитым виолончелистом Джоном Дьюн и спросил его, как должно исполнять неудававшиеся ему трудные пассажи. Сначала Дьюн не хотел отвечать, но с прошлого второй раз указал, как действовать. На следующее утро музыкант проснулся под глубоким и совершенно ярким впечатлением своего сна, и, взявшись за виолончель, к великой своей радости убедился, что может исполнять трудные пассажи так, как ему было показано во сне. Не так давно уездным исправником в городе Глухове был основной полковник М.Ф. Жена его, происходившая от известного рода, женщина умная, интеллигентная, была совсем не суеверна. В одну ночь госпожа свидет во сне, что ей необходимо идти по узкой тропинке, лежащей так, что с одной стороны высокая, гладкая кирпичная стена, а с другой обрыв и глубокая пропасть. Место, куда ей следовало пройти, ровная поляна, и на ней стоит крест. С величайшим страхом, опираясь в стену, прошла госпожа с по тропинке и тотчас проснулась в волнении страхи. Под влиянием, которого боялась остаться, она одна в той комнате, ушла в другую, где спал ее муж и легла на диване. Утром следующего дня, войдя в свою спальню, она увидела, что вся кровать ее покрыта упавшей с потолка штукатуркой в толщину почти вершка. Такая тяжесть или убила, или искалечила бы ее. Иезуит Мальдонат в то время, когда работал над комментариями к четырем Евангелиям видел во сне несколько ночей к ряду человека, который советовал ему спешить окончанием этого труда. Таинственный человек прибавил, что по окончанию работы он вскоре умрет, указывая при этом ученому язык на одну часть своего желудка. И действительно, Мальдонат вскоре по окончании работ почувствовал боль в том именно месте желудка, на который указывал ему человек в сновидении. Болезнь эта быстро усилилась, и он умер. Биограф покойного митрополита Иннокентия Барсуков опубликовал в Санкт-Петербургском духовном вестнике подлинный рукописный рассказ, сохранившийся в бумагах митрополита Иннокентия, некой и до ныне здравствующей помещнице Цыганковой Куренковой, из которого можно усмотреть, «Как угоден был Богу тот, кому тысячи язычников были обязаны своим духовным рождением и приведением в чудный свет веры Христовой». В конце 70-х годов, как рассказывает вышеупомянутая госпожа Цыганкова Куреленкова, она сделалась очень больна, много лечила, используясь советами знаменитых врачей, но лучше себя не чувствовала и потому начала впадать в отчаяние и тоску. Вдруг у нее является мысль, которая стала преследовать ее постоянно, «Простите себе молитв митрополита московского Иннокентия». Одна мысль уже облегчала ее страдания, но лишь только она уклонялась от нее, ей делалось хуже. Так продолжалось около трех лет, не имея сил лично съездить к Высокопреосвященному, она хотела послать ему письмо, уже составляла его и чувствовала при этом возобновление сил и прекращение страданий. Видя себя бодрее, она уничтожала написанное, объясняя состояние своего здоровья разными причинами. Между тем, болезнь ее развивалась и дошла до того, что не поддавалась никаким медицинским средством и уложила ее в постель. Находясь в таком положении, она, заснув однажды, была пробужена голосом. Три года собиралась к митрополиту, а через три недели будет уже поздно. Испугавшись этого голоса, она окончательно решила съехать к митрополиту и при этой решимости чувствовала, как восстановлялись ее силы, так что она без посторонней помощи могла встать и сама одеться. 1 марта 79-го года митрополит Иннокентий приветливый и ласково принял ее. Долго не решалась высказать владыке, пишет она, как и что привела меня к нему. Между тем, он начал простую и ласковую беседу со мной и интересовался подробностями моего образа жизни. Что же вы так поздно вздумали побывать ко мне, спросил он, ведь я давно уже нахожусь в Москве. Этот вопрос вынудил меня передать ему в подробностях о причине моего приезда к нему. Молча выслушав меня, он сказал, «Поверью вашей, да будет вам». Возвратясь домой, больная начала быстро поправляться. Спустя 28 дней после 1 марта на 7-й неделе Великого Поста за 3 дня до праздника Пасхи вышеозначенная госпожа Курлинкова, упав на каменный пол, так сильно разбилась, что долгое время не могла поднять руки, чтобы перекреститься, о чем она особенно скорбела во время утренней Великой Субботы. Засыпая с такими мыслями, она трижды видела у своей постели митрополита Иннокентия, который говорил ей, «Я помогу тебе перекреститься». И она встала и крестилась. Наутро она стала совершенно здоровою, чем немало удивило окружающих ее, но еще более была поражена сама, когда узнала, что во время утренней владыка Иннокентий скончался. В записках известного врача доктора Александра Ивановича Ильинского за полстолетия 1841-1992 годы Воспоминания о пережитом печатаем в русской старине встречается следующий рассказ о немедленно сбывшемся после пробуждения сне. Ильинский, занимавший в 64-м году должность главного лекаря Келецкого военно-временного госпиталя, получил приглашение от генерал штаб-доктора Агафонова в Варшаве занять место помощника главного доктора в госпитале Александровской цитадели в Варшаве. Это же место было обещано ему и директором департамента Сыцуриным во время поездки его в Петербург. Но по возвращении Ильинского в Кельце прошло две-три недели и месяц, а назначения нет и нет. Я, говорит Ильинский, посылаю телеграмму и жду ответа. Наступающую ночь провожу тревожно и перед утром вижу во сне, что получил ответ на телеграмму, которая гласит, что я не буду назначен в Александровский госпиталь, а что туда назначен доктор Деньковский. Сновидение не успело еще окончить, а как меня будет и вручает телеграмму. Она гласила слово в слово то, что я прочел в телеграмме во время сновидения. Городской лесничий Гирхе из Сандау воспользовался данным ему 21 июля отпуском, чтобы посетить своего престарелого отца. Вновь с 25 на 26 июля ему приснилось, что он находится дома в Сандау на так называемом острове Чаек и видит в одной из тамошних сточных ям плавающий труп своего сына Карла старшего из шести детей. Утром лесничий отправился в обратный путь домой, не переставая думать против воли о своем грозном сне. По приезду в Сандау он рассказал о нем своей жене, одному учителю из Гамбурга, жившему в его доме на даче, и также сообщил бургомистру, радуясь в то же время, что все его домашние здоровы. После обеда он послал с каким-то поручением своего сына Карла вместе с его пятилетним братом, и к семи часам вечера малютка вернулся домой в слезах, говоря, что Карл, несмотря на запрещение, вздумал выкупаться в одной из точных ям, и не умея плавать, пошел ко дну. Отец точно бросился туда и вынул из воды труп сына. Так как лесничий сообщил о своем сновидении нескольким лицам еще при жизни мальчика, то подлинность описанного события не подлежит никакому сомнению. В Житомире во время последней турецкой войны жило семейство военного доктора, который находился при госпитале в Бухаресте. Проведя однажды вечер в семействе Ше, на другой день я встретил госпожу на улице куда-то спешавшую. На мой вопрос она ответила, что идет хлопотать о заграничном паспорте и хочет ехать к мужу. Я удивился, что все рано об этом ничего не говорил и получил в ответ, что все рано и сама не думала об этом, а утром решилась сразу и непременно уедет. На другой день она уехала. Причину отъезда я узнал только впоследствии по ее возвращении. Никогда и нигде не бывшая за границей Ше видит во сне, что въезжает в Бухарест, видит здание, встречает людей, спрашивает о госпитале, ей указывает. Входит в госпиталь, спрашивает о мужа, ее ведут длинным коридором, подводят к двери и говорят, что муж ее болен тифом. Входит в комнату мужа, застает от его одного больного в известной уже ей обстановке. Впоследствии оказалось, что виденные во сне лица, здания, разговоры, обстановка именно те, которые оказались и в действительности. из Таганрога в газету «Юг» сообщают, что неподалеку от села Номикосово, в одном из ближайших к нему хуторов, разыгралась кровавая драма, представляющая немало таинственного и загадочного, благодаря обстоятельствам, при которых она была обнаружена. Один из крестьян села Номикосово имеет земельный участок, находящийся в верстах в шести от села. На участке жил сын этого крестьяна с женой и дочерью. В ночь ужасного происшествия отец, находившийся в селе Номикосово, проснулся вдруг в полночь, излучайно встревоженный и испуганный виденным им сном. Взволнованный он вышел в однодвор, где ночевал с лошадьми знакомый ему цыган. Разбудив цыгана, старик рассказал ему, что сейчас видел во сне, будто бы сын его на хуторе снимает кожу с живой овцы, цыган посоветовал старику сесть сейчас же и на хутор ехать, так как сон этот, по его мнению, означает несчастье. Совет был принят. Отец, работник и цыган оседлав лошадей спешно помчались на хутор. Лошадь под цыганом была лучшей, чем у остальных всадников, и он приехал на хутор первым. Въехав на двор, сыган заметил свет в избе, и когда взглянул в окна, то его глазам представила следующая ужасная картина. Сын хозяина висел на крючке, захваченный им за ребро. Вокруг несчастно стояли четыре разбойника, требуя денег. Разбойники, надрезав кожу на шее, угрожали своей жертве снять ее с живого в случае отказа. Нерастерявшийся цыган, пустив предварительно свою лошадь к лошадям злодеев, взял попавшийся ему под руку железный засов и стал у дверей. Припущенная к лошадям злодеев лошадь цыгана заржала. Услышав ржание, один из убийств выскочил на двор, но цыган ударом засов положил ее на месте. Над продолжавшегося ржания лошади выбежал второй преступник, но и второго постигла та же участь. Цыган положил ее на месте. В это время въехали во двор отец и работник, и тогда все трое бросились в избу. На вошедшего вперед цыгана бросился один из злоумышленников, но цыган засовом так сильно ударил его по голове, что череп оказался расколотым на две части. Четвертый уже разбойник они схватили и связали. Несчастную жертву злодеев сына хозяина снялись крючка в бессознательном состоянии. Злоумышленниками оказались татары, занимающиеся развозной торговлей и впущенные в эту ночь в избу на ночлег. В описании жизни Гарибальди составлен сеньором Гвигони помещен между прочим ниже следующий рассказ, записанный со слов самого знаменитого политического деятеля. Я находился в море, был болен ревматизмом. Я однажды среди бури заснул в своей каюте. Во сне я вижу себя перенесенным на свою родину. Но только вместо благословенного неба Ниццы я вижу себя окруженным мрачной атмосферой кладбища. Вдали я увидел печальную процессию женщин, несших гроб, похороны медленно двигаясь по направлению ко мне. Полный роковых предчувствий я сделал неимоверные усилия, чтобы избежать встречи с погребальным шествием. Но все тщетно. Казалось, что гора лежала у меня на груди. Печальный кортеж достиг наконец моего ложа, поставил около меня гроб и исчез. Тщетно старался я подняться на свои руки. Я был весь под влиянием странного кошмара. Когда же наконец получил вновь способность двигаться, я начал чувствовать близ себя страшный холод мертвого тела, то узнал в трупе дорогие мне черты матери. Я пробудился, но на руке моей все еще сохранялось впечатление от прикосновения ледяной руки. В этот же самый день и час, как я узнал впоследствии, скончалась моя возлюбленная мать. В заключение проведем рассказ о объявном откровении воли Божией через сновидение. Преподобный Пахомий видел сон, будто роса сошла с неба на его правую руку и сделалась как мед. И в то же время слышал голос, что это означает благодать, которая будет неспособ на него. И действительно благодать Божия так обильно излилась на него, что он и чудеса творил и назван Церковью Великим. Святой Царь Константин Великий перед войной с Максентем видел на его крест с неба, слиявшийся из света и с надписью «Сим побеждай!» А потом в следующую ночь увидел во сне самого Спасителя, который явился ему с тем же знамением креста и сказал, что этим знамением он победит врага. И действительно император Константин соорудив знамя, украшенное крестом, окончательно поразил врага своего Максентия. Преподобная Марфа, когда еще жила в мире, видела во сне святого Иоанна предпечу, который предсказал ей, что от нее родится сын Симеон, что он будет великий и святой человек, и от нее действительно родился святой Симеон, известный под именем Девногорца. У благочестивых жителей города Эдесса Симеона и Марии была только одна дочь, а им хотелось иметь и сына. Вот они начали молиться о том Богу, и в одну ночь оба видят во сне, будто они в какой-то церкви, будто сюда же являются святые апостолы Павел и святой великомученик Феодор Тирон. Святой Феодор будто говорит апостолу, вот они просят себе сына, будь их ходатаем. Апостол после того, будто положил им на руки младенца мужеского пола, а святой великомученик Феодор сказал, пусть будет имя ему Феодор, и это сбылось. От них родился сын Феодор, который впоследствии был святой епископ Эдески. 9 июля. Одной благочестивой девице, жившей в городе Казани, явилась во сне царица небесная и сказала, в таком-то месте в земле зарыта моя икона, объяви об этом, пусть отроют ее и вынут. Она рассказала ей, и ей не поверили. Но тот же сон повторился еще. И когда та девица стала рыть в указанном месте земли, то действительно нашла там икону Божьей Матери. Эта икона известна у нас под именем Казанской. Преподобный Даниил видел раз во сне высокий столб, на котором будто бы стоял и спасался святой Симеон в столбе с двумя ангелами. Ангелы будто бы звали его к себе. И когда Даниил сказал, что он не может туда поднять, ангелы сами будто бы подняли его на столб. А святой Симеон принял его и обнял. Так и случилось. Впоследствии Даниил, подобно Симеону, тоже стал спасаться на столбе 11 декабря. Однажды Однажды по сообщению самого блаженного Августина мать его святая Моника видела во сне, что она стоит на длинной и узкой черте и погружена в глубокую скорбь. Вдруг ей явился ангел и с участием спросил, о чем она плачет. «Я плачу о погибели души сына», отвечала она.